Мы сегодня поговорим о мелкоколкулоклеточных соркомах мягких тканей. Начнем с эпидемиологии. На данном слайде представлена статистика Института Рицолия. Мы видим, что локализация мелкоколкулоклеточных соркомах мягких тканей разнообразна. То есть они могут возникать практически в любой локализации, в мягких тканях, висцеральные. Сегодня средний возраст возникновения данных опухолей 29-30 лет. И есть небольшое преобладание мужчин среди заболевших. Собственно, большие изменения произошли в классификации сорком с выходом нового блюбук-воза. И сейчас соркома Юинга и мелкоколкулоклеточные и голубоклеточные опухоли классифицируются по специфическим генетическим перестройкам, которые мы смогли обнаружить с помощью технологий секвенирования нового поколения. Собственно, соркома Юинга – это наиболее частая опухоль данной группы. Она характеризуется наличием перестройки гена ЕВСР1 с различными фьюжн-партнерами, наиболее частым из которых около 90% опухолей имеет химирный ген ЕВСР1-флеодин. И следующей по частоте является перестройка ЕВСР1-ЭПЧ. Также в отдельные группы выделены круглоклеточные саркомы, которые имеют перестройку в гене CIC и БИКУР. Собственно, про саркомы Юинга подробно я рассказывали в данном сообщении не буду. Хочется только напомнить, что эта опухоль обладает специфической морфологией из мелких мономорфных клеток, практически без какой-то определенной струмы. Ядра клеток с мелкодисмертным хроматином без ядрошек. И данная опухоль характеризуется экспрессией такого иммуногистохимического маркера, как CD99, который не является специфичным для саркома Юинга, но крайне чувствительным. Следует отметить, что в классификации 2020 года довольно подробно упоминается так называемая адамантинома-лайк Юинга саркома, которая тоже имеет перестройку ЕВСР1-флеодин. Ну, подробнее о данной нозологии во второй части расскажет Ирина Вячеславовна Булачева. Собственно, саркома Юинга, где на данном слайде мы видим типичную морфологию данной опухоли. Хочется сказать о иммуногистохимическом маркере НКХ-22. В чем особенность? Данный иммуногистохимический маркер обладает примерно такой же специфичностью, ну, довольно низкой специфичностью, как и CD99, но мы видим, что CD99 – это яркое мембранное окрашивание НКХ-2.2, ядерное окрашивание. Соответственно, интерпретировать данную окраску и использовать ее как дополнительный контроль довольно часто рекомендуется, в том числе нашими зарубежными коллегами. Также хочется рассказать о такой геномной перестройке, как хромоплексия. Собственно, перестройка гена ЕВСР1-флеодин может возникать вследствие хромоплексии, но также может быть следствием ретипроводной трансфокации. Перестройка ЕВСР1-флеодин, которая является примерно в 10% случаев саркомьюинга, возникает исключительно в результате данной сложной геномной перестройки хромоплексии. При этом происходит разрушение нескольких хромосом, которые затем соединяются в цепочки, петлевые стабутура, и образуется химерный ген. Соответственно, данная пространственная сложная перестройка осложняет диагностику опухолей с данной перестройкой, так как до 50% результатов фиш-исследований не выявляют перестроенный ген ЕВСР1 с фьюжн-партнером ЭПШ. Но при этом в данных опухолях практически в 100% случаев появляется экспрессия маркера ЭРДЖ, которая является сосудистым маркером. И, собственно, дифференцировать данные опухоли приходится в том числе с ангиосаркомами, и необходимо использовать другие сосудистые маркеры, специфичные для данной опухоли, например, CD31. И рекомендуется данные опухоли использовать молекулярно-генетическое в том же возрасте, то есть медиа на 32 года, но также 22% данных опухолей возникает у детей. Наиболее частыми локализациями являются мягкие ткани конечностей и туловища, и 12% из них висцеральные, и всего 3% возникают в костях. На данном слайде мы видим макроскопические, как выглядит данная совкома, и магнитно-резонансную томографию, лучевую картину. Чем отличаются данные опухоли морфологические? Мы видим тоже мелкокруглоклеточную и голубоклеточную опухоль, которая имеет более выраженный полиморфизм клеток, я бы назвал его умеренным. Ядра клеток обладают не таким мелкодисперсным хроматином, могут быть заметны ядрышки в части клеток, и могут встречаться более полиморфные крупные ядра, на большем увеличении можем увидеть, и даже клетки, обладающие такими рапдоидными характеристиками. Также у данных опухолей ниже встречаемость морфологии с формированием розеткоподобных структур, как в совкоме Юинга классической, и довольно часто мы видим миксоидную струму. То есть в участках, где клеточность более низкая, мы видим такую нежную миксоидную струму. Как нам заподозрить данную саркому на этапе дифференциального диагноза иммуногистохимического исследования? Раньше встречалось в литературе такое мнение, что обязательно должна быть либо слабая, либо практически негативное окрашивание CD99, которое отличается от того, что мы видим в классической саркоме Юинга. Собственно, вот так называемые патчи окрашивания. Часть клеток мембранная, яркое окрашивание, часть клеток не окрашиваются вообще. Но по новым данным, которые появились в литературе, мы видим, что в 23% данных опухолей может встречаться диффузное мембранное окрашивание CD99. Особенностью данного типа опухоли является экспрессия Вильмс-Тумер. В 90% случаев мы видим диффузное ядерное окрашивание ВТ-1. И существует также суррогатная для данной генетической перестройки антитела, это В4. В 90% случаев мы тоже видим диффузную, яркую экспрессию данного антитела. Какие особенности клинические у данных сарком? КИКТУКС-4 позитивные саркомы имеют намного более худший прогноз, чем саркома Юинга. Хуже, значительно хуже отвечают на радиоантную химиотерапию. То есть 70% данных опухолей, они не достигают значимого процента некроза, который для данных опухолей является более 90%. То есть они оцениваются так же, собственно, как и острая саркома по системе, по модифицированной системе ХАОС. И 5-летняя выживаемость всего 43% по сравнению с 77% саркома Юинга. Хочется представить клинические случаи из, собственно, практики, потому что данные опухоли, несмотря на то, что постулируется, что они крайне редкие, тем не менее, когда работают референсные центры, в которые попадают на пересмотр материалов от огромного количества клиник, мы видим образование в структуре комбаловидной мышцы, кость не задействована, была произведена корбиопсия, и мы видим подобную картину, что мы видели на предыдущих слайдах, мелкая какогорклеточная голубоклеточная опухоль с слабым и местами умеренным полиморфизмом ядер. Ядра мелкие без ядршек. Местами мы видим миксоидную строму данной опухоли. На большем увеличении мы можем рассмотреть данные Тайпанберптата. При иммуногистохимическом исследовании в данной опухоли мы увидели диффузное мембранное окрашивание CD99, очаговое окрашивание FLI-1, собственно, данное антитело тоже продукту химерного гена EWSR1 FLI-1, и диффузное яркое окрашивание H сосудистого маркера, соответственно, необходимо дифференцировать данную опухоль с Саркома Юинга, с перестройкой EWSR1 и ЭРЧ. И что самое интересное и диагностическое, важное, мы видим яркую диффузную экспрессию ВИМ-стума. Другие антитела, которые были использованы при дифференциальном диагнозе на данном сваре, мы видим, они негативные, поэтому я не буду подробно показывать. И было произведено фиш исследования перестройки гена EWSR1, не выявлено. Соответственно, иммунофенотип данной опухоли позволил нам предположить, что мы имеем дело с КИК-ТУКС-4, перестроенной Саркомой. В данном случае наиболее ценным в данном случае является для диагноза экспрессия ВИМ-стума. Хотелось бы сослаться на данную статью. Мы видим, что в 40 кейсах КИК-престроенных Сарком экспрессия ВИМ-стума наблюдалась в 95% опухолей, при этом в классической Саркоме Юринга 0 из 37 случаев. И, собственно, для чего нам необходимо дифференцировать и знать о данном типе Сарком. КИК-престроенная Саркома имеет значительно худший прогноз, но при этом в настоящее время неодевантная химиотерапия не отличается от классической Саркома Юринга. И, соответственно, вопрос, который можно было бы поставить перед коллегами-клиницистами, оптимальным будет в данном случае химологическое лечение данных опухолей и насколько важна аналодевантная химиотерапия при Саркомах с данными перестройками. И самое главное, что хотелось бы отметить в конце моего доклада, что КИК-перестроенная, БИКУР-перестроенная и Саркома с перестройками не ЭТС-семейства больше не классифицируются по новой классификации, как Юринг-лайк-саркомы. Главными морфологическими признаками, которые помогают заподозрить данный диагноз, являются нетипичные для классической Саркомы Юринга, такие как появление вероятеновидных клеток, ядерная атипия и стромальные изменения. Важно помнить, что КИК-перестроенная саркома имеют худший прогноз, и мы можем данную перестройку пытая в деть с помощью ФИШ-исследования. И также необходимо помнить, что не все мелко-коглоклеточные саркомы и мягких тканей можно классифицировать среди данных перестройных сарком. И не дифференцированная и не классифицируемая мелко-коглоклеточная опухоль, она все еще существует в классификации и является диагнозом исключения. И нам необходимо помнить, что данные типы опухолей, такие как КИК и БИКО-перестроенная, выделены просто потому, что они наиболее частые. Но, тем не менее, в редких случаях нам приходится ставить диагноз недифференцированной саркомы.